Тема сегодняшнего видеоролика Автоматическая система вентиляции дома Это вторая часть нашего небольшого сериала Мы специально для этого летали в город Краснодар Для того, чтобы рассказать, что такое вентиляция Потому что тема практически вообще не раскрыта В первой части мы рассказывали механическая система вентиляции Сегодня автоматическая система вентиляции Будет еще две серии В третьей серии будет ответ на вопрос, что такое вентиляция и насколько она важна для здоровья человека и для здоровья дома. Меня зовут Павел Рыбаков. Мы занимаемся кровельными и фасадными работами. Каждую неделю мы рассказываем о том, что такое качественное загородное строительство. Если вам эта тема интересна, обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятного просмотра, друзья! Продолжая тему принудительной системы вентиляции, мы рассмотрели систему вентиляции с крышным вентилятором, при которой хозяин дома сам в ручном режиме регулирует мощность вентилятора, тем самым обеспечивает интенсивность воздухообъема в своем доме. Также наша компания представляет вентиляционные системы от бельгийского производителя компании Rensen. Это автоматически регулируемая система вентиляции. То есть это система, которая за нас решает, когда и в каком режиме ей включиться. Эта система по своей сути это вентиляционный блок, блок постоянного давления и комплект датчиков, которые реагируют на вредные примеси в воздухе. Такие датчики, как СО2, которые при повышении углекислого газа в какой-то конкретной комнате откроется заслонка автоматически и из конкретного помещения будет удаляться воздух до тех пор, пока концентрация углекислого газа не снизится в предельно допустимые нормы. Также датчики для душевых, для ванных комнат, где повышенная влажность. Как только мы включаем воду, влажность тут же повышается в воздухе. Этот датчик отреагирует, откроет заслонку в автоматическом режиме и будет удалять воздух влажным до тех пор, пока влажность не упадет до нормальной концентрации. Также датчик присутствует в ВИАСИ, то есть который реагирует на органику, на аэрозоли, на разные запахи. Он останавливается в туалетные комнаты. Как только какие-то запахи появляются, тут же он реагирует, открывается заслонка и удаляется оттуда воздух до тех пор, пока эта концентрация не упадет до нормального уровня. Система полностью автоматическая и по сути не нужно быть вентиляционщиком, с высшим образованием, какие-то навыки иметь, так как эта система думает за нас. И 24 часа в сутки она анализирует качество воздуха в каждом помещении, к которому подключен воздуховод с определенным датчиком. Как только какие-то изменения происходят, она мгновенно реагирует на это. Хосбокс 2, он отличается тем, что принцип тот же, но отличие у него такое в том, что его управление происходит с помощью либо кнопок, четырехкнопочного переключателя, либо тач-панелью, сенсорной панелью. Хосбокс 3, он более совершенен, он более мощный. К нему можно подключить, если сравнивать со второй серией, вторая серия Хосбокс может к себе подключить до 8 комнат, до 8 помещений. Хосбокс 3 уже способен взять на себя нагрузку уже до 11 помещений. Хосбокс 3, он управляется уже не кнопками условно, а приложением через планшет, либо обычный смартфон и так далее. Все калибровки происходят изначально, как только мы устанавливаем эту систему, первое, что он делает, он калибрует свою систему. В среднем полный цикл калибровки и завершение этой калибровки происходит в течение от 7 до 10 минут, в зависимости, насколько большая система воздуховодов, насколько ему сложно будет ее протянуть. Итак, первое, что при первом включении, эта система проверяет, насколько ей тяжело протягивать всю систему воздуховодов. Система воздуховодов, она ведь бывает разная, она бывает и 1,5 метра, а может быть и 15 метров. И эта система, она автоматически будет адаптироваться к той системе, на которую, которая на нее возложена. То есть по всем потерям давления, воздушным потоком и так далее. Второй этап, система будет поочередно открывать каждую из заслонок, каждый из датчиков и проверять анализ воздуха в каждом помещении. И также будет к этому адаптироваться. Приложение интуитивно понятно, уже есть релизы и обновления на русском языке. Все очень понятно, доступно. Сейчас мы покажем, как происходит калибровка вентиляционной системы. Калибровка происходит в автоматическом режиме. Либо она запускается по необходимости, либо сбой какой-то в программе, либо это только изначальная установка самой вентиляционной системы. Управляется либо с планшета, либо с телефона. Здесь показаны зоны, куда подключены датчики. Здесь мы видим спальню, совмещенный санузел, кухня, туалет и так далее. И здесь также можно увидеть все расходы воздуха. То есть воздушные потоки в метрах кубических в час. И их можно отрегулировать по необходимости. Условно, если в спальне проживает не один человек, а два человека, то по умолчанию здесь параметры стоят 30 метров кубических в час. То нам необходимо эту спальню установить в режим 60-65 метров кубических в час. Чтобы был у нас воздухообмен, хватало на двух человек. И условно в этом режиме теперь его нужно откалибровать. Теперь система в течение двух минут будет проводить калибровку всей системы вентиляции. Почему? Уд myself. Поэтому в течение двух минут как раз несколько минут будет проводить. Да, 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 сейчас он эту закроет, кухонный, откроет туалетный. Теперь он прокачивает всю систему. Сейчас он их закроет, и когда закончится калибровка в 100%, он уже уйдет в автоматический режим, адаптируясь к системе. Так как здесь воздуховодов нет на стенде, это достаточно быстро все происходит, в течение двух минут, а то и меньше. А когда система воздуховода подключена к нему, это в течение 7-10 минут. Клапаны в системе Хлассбокс это агрегаты, условно, со своим собственным интеллектом. У него есть закрывающая заслонка, которая открывается, закрывается посредством шагового двигателя. На шаговом двигателя есть наклейка, для того, чтобы было понятно, на какую среду он реагирует. То есть, если здесь нарисовано кухонное помещение, то он будет реагировать на углекислый газ, на его концентрацию. В этом раструбе, в этом датчике есть сам непосредственный датчик, через который проходит воздух и происходит анализ качества воздуха. Как только какой-то параметр превышает допустимые нормы, заслонка тут же откроется и будет ударять воздух из конкретного помещения. Всего большого нашего ассортимента представляет и решение, законченные решения для организации комфортных условий в кухонных помещениях. Как никто, наверное, хозяйки понимают, как работает кухонная вытяжка и в каких режимах возле нее невозможно даже поговорить со своим собеседником, с мужем и с детьми. И именно вилпе «Тихая кухня» само как решение и подразумевает создание самых комфортных акустических условий. Если рассматривать кухонную вытяжку в структуре квартир, квартирного дома, там все намного проще. Этому вентилятору нужно взять объем воздуха и дотолкать его до условно-вентиляционной шахты. Так как высотные дома, пятиэтажные и выше, они имеют достаточно высокий столб вентиляционной шахты, там есть так или иначе всегда тяга в этих вентиляционных шахтах. И этой кухонной вытяжке нужно просто дотолкать этот воздух до вентиляционной шахты, она там уже своим естественным путем будет удаляться. Другой вопрос в структуре частного дома, этой кухонной вытяжке, этому мотору нужно взять объем воздуха и его нужно вытолкнуть условно на 4-5 метров высоты. Это возможно, безусловно, но чем мощнее вентилятор внутри, тем громче он работает, а чем громче он работает, тем больше вероятность, что его просто выключат. Поэтому наша компания предлагает решение, когда мы мощный вентилятор ставим на крышу, удалять воздух сверху всегда легче, нежели выталкивать его снизу. В данном случае в корпусах кухонных вытяжек нет вентиляторов, есть только электроника, которая управляет вентилятором крышным и мы получаем двойной эффект. Мы сохраняем производительность кухонной вытяжки, то есть на максимально эффективном уровне и сохраняем акустический комфорт внутри помещения. Вот на текущий момент у нас кухонная вытяжка работает на второй скорости. Каталог, может быть не самый толстый, но все-таки он есть и она удерживается на вытяжной решетке и при этом мы не слышим, как работает сама кухонная вытяжка. В максимальном режиме на четвертой скорости это будет по звуку примерно так. Наша компания представляет систему приточных клапанов. Приточные клапаны – это стеновые, полностью автоматическая система с точки зрения того, что у него встроен внутри его тела термостат, который реагирует на температуру входящую в воздух. Это очень важный параметр, потому что мы хотим жить в тепле, мы не хотим иметь в доме своем сквозняки, но хотим, чтобы к нам приходил воздух круглогодичный, свежий, чистый. Поэтому термостат реагирует в диапазоне от плюс 10 до минус 5 на закрытие, то есть в минус 5 он будет полностью закрыт. Но все-таки зимой тоже хочется дышать и приток нужно обеспечивать. Эта настройка настраивается очень легко. 2-3 обороты, 2-3 оборота откручиваем и клапан дает недозакрытие 2-3 миллиметра. Это вполне достаточно, чтобы организовать приток воздуха в зимнее время года. Потому что вентиляция должна быть в зимнее время года не такой интенсивной, как летом условно. приточные клапаны, они укомплектованы, в каждом комплекте приточного клапана имеется фильтр. Это очень важный элемент с точки зрения того, что он на себе абсорбирует самые мелкие частицы, то есть пыльцу, не только пыль, но и пыльцу. Это очень важно, особенно в тех домах, у кого домочадцы страдают так или иначе какими-то аллергенными заболеваниями, которые подвержены аллергии. Очень важно, чтобы особенно в сезон цветения эта пыльца не выпадала в дом. Безусловно, сам приточный клапан, он не решит на все 100% этот вопрос, эту проблему, потому что мы с улицы приносим пыльцу на себе. И тут нужно в помощь дополнительные системы, которые очищают воздух внутри дома. Но фильтр в любом случае класс очистки F7 и на себе абсорбирует очень мелкую пыльцу. В данном случае этот фильтр у нас отработал всего лишь 7 месяцев в нашем офисе, возле нашего офиса нет каких-то проезжающих трасс оживленных, то есть пыли, собственно говоря, немного, но много вокруг офиса зелени. Соответственно, на этом клапане, на этом фильтре в большей степени осадилась пыльца, которую мы не пустили к нам в офис. Также приточные клапаны в своей стандартной комплектации комплектуются шумопоглощающим элементом, который ставится вместе с клапаном в стену, в пластиковую гильзу и понижает уровень шума. Такая комплектация предназначена для домов в тихом регионе, в тихих условиях, где нет близко проезжающих трасс автомобильных, где нет посторонних особых шумов. Для домов и квартир с повышенным уровнем шума такие комплектации у нас организованы с шумоподавительной трубой, в которой монтируется сам клапан. Эта комплектация уже наиболее эффективна с точки зрения шумоподавления. В таком вот виде это вот встраивается все в стену. И также, если взять структуру подвальных помещений в частных домах, очень часто в цокольных, в подвальных помещениях организовываются, если не жилые, то какие-то другие помещения, куда есть доступ человека. Это может быть и винный погреб, это может быть бильярдная, баня, сауна, мастерская, что угодно. Но те помещения подвальные и цокольные, куда есть доступ человека, они должны интервироваться принудительно. И очень важно, какой воздух, какой температуры, какой частоты туда будут приходить. Соответственно, это уже третий комплект, который представляет наш ассортимент. Это в сочетании РОС-дефлектор, куда монтируется этот клапан с шумопоглотительной трубой. И в таком вот виде это будет выглядеть уже это внутри, а это у нас снаружи. Если вам понравилось это видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, потому что каждую неделю мы будем рассказывать о том, что такое качественный загородный дом. Всем удачной стройки!